Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня гид по бюстгальтерам. Будем подробно рассматривать бюстгальтер Фаберлик и сравнивать его с таким же, практически, с таким же СВБ. Собственно говоря, они оба перед вами. Цена бюстгальтера СВБ, я не помню, уже на ВБ или на Озон я его покупала. Если надо, ссылку я поищу, оставлю, но надо мониторить. Все равно их много, и разные продавцы за разную цену продают. Ну, в общем, за 800 рублей покупала бюстгальтер. То ли этот, то ли бежевый, не помню, неважно. В общем, за 800 рублей это самая адекватная для них цена. Ищите. Бюстгальтер Фаберлик 1599, то есть 1600, со скидкой консультанта 26%. Поехали. Это бюстгальтер Фаберлик у нас с вами внизу. Как мне вас опустить, чтобы вам все прям было досконально видно. Вот так, наверное. Бюстгальтер Фаберлик и бюстгальтер ВБ. Следующее. Отличие первое и очень важное. В бюстгальтере Фаберлик одна чашечка. Мы можем с вами их достать тоже, кстати, и сравнить. В бюстгальтере СВБ две чашечки. Они обе съемные. Я сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот чашечки. Ну, то же самое поролон, только здесь в белой ткани, собственно говоря. Здесь в черной. И чашечка, в принципе, она такая же по размеру. Она такая же. Они совершенно идентичны. Тут только рисунок еще на ткани есть. Не знаю, передает вам камеру, так видно. А так поролон в ткани. Все, больше никаких отличий нет. Но в бюстгальтере СВБ или Сазона, смотрите, второй. Вторая чашечка, кстати, абсолютно такой же рисунок. Девочки, это вообще прикол. Абсолютно такой же рисунок, как на бюстиках Фаберлик. Вы видите это? То есть, в принципе, идентичные. Переплачивать вообще не вижу никакого смысла. Они одинаковые, только с вами еще красивее. И вот эта чашечка, не смотрите на то, что она разрисована. Я их вытащила, у меня Крис разрисовала, я их все равно не ношу. Она с эффектом пуш-ап. То есть, это когда совсем маленькая грудь, у нас есть вторая чашечка. Или мы ее вставляем вместо первой. Но я попробовала вместо первой. Не получается, она там крутится. Она почему-то по размеру меньше, чем стандартная. То есть, вот стандартная. Поэтому я поняла, что их надо две вместе вот так вставлять. И тогда она сидит хорошо там в чашечке. И получается эффект пуш-ап у нас, и грудь высоко, и все отлично, все нормально. Но я ношу с одной, и так прекрасно держит. Так, дальше отличия у нас какие? Чашечки пока откладываем, потому что вставлять их долго. Смотрим. Бюстгальтер с ВБ из Азон имеет вот такую красивую ажурную сеточку. Те, которые без ажурной сеточки, девочки, еще дешевле. За 600 рублей можно взять. Тогда получается, что бюстгальтер Фоберлик в три раза дороже, чем с маркетплейсов. Мне гораздо больше нравится, когда есть сеточка. Это смотрится красиво, поэтому у меня два таких вот, черный и бежевый. То есть такая вот ажурная небольшая сеточка. Так, смотрим дальше. По низу. Вот здесь низ такой он плотненький, чтобы держать грудь. Я не знаю, что там внутри, но он прям вот такой вот плотненький и не тянется. То есть у нас тянутся лямки, а вот эта часть не тянется. Здесь какая-то вот уплотненная ткань или материал. Ну, здесь ФБ, 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 Фоберлик. Абсолютно все то же самое. Но они абсолютно одинаковые, девчонки. Еще одно небольшое отличие. По бокам тоже для лучшей поддержки груди. Здесь есть такие рифленые штучки. Я не знаю, как вам правильно их назвать. Я вообще, в принципе, как они называются. Вот такие вот. Здесь уже немного тянется. В бюстгальтере с ФБ они немножко по-другому выглядят. То есть здесь вот такие вот просто полосочки, видите? Вот такие полоски. Ширине лямки. Вначале они абсолютно одинаковые, а под конец, ну, немножко вот отличается форма. То есть где крючки, у Фоберлик вот эта часть пошире. С ФБ она немножечко, видите, поуже. Ну, вообще как бы не критично. Абсолютно одинаковые лямки. Абсолютно у Фоберлик они никак не промаркированы. Девочки, они абсолютно одинаковые, идентичные, из одинаковой ткани. И никаких отличий в этом нет. Так, вот тут у нас надпись. Ну-ка, с другой стороны. А, тут не было. Тут не было надписи. Другую сторону вам показываю. Вот так. Где крючки? У Фоберлик надпись. То есть они печать поставили. Сейчас, чтобы вам получше было видно. Они поставили печать. Да, вот Фоберлик. Рекомендация по стирке. Размер. А, здесь тоже была, она выстиралась, девчонки. Здесь тоже была печать. И вот этот бюстгальтер у меня, кстати, XXL. У меня бежевый XL, а вот этот вот тут видно немножко прям XXL. И тоже рекомендации по стирке, они просто уже выцеливо стирались. Потому что ношу только эти бюстгальтеры, ни на что их менять не хочу. Еще одно отличие, которое я только сейчас заметила. Смотрите. Бюстгальтер СВБ у него идет вот эта часть цельная. А бюстгальтер с маркетплейса, а у него она пришита. То есть вот эти крючки, они пришиты. Но их здесь 4 ряда, а у Фоберлик их 3 ряда. Вот этих вот именно крючочков. Видите, как они пришиты. Для меня лично это совершенно не критично. Так, а с той стороны я не обратила внимания. Да, с той стороны тоже самое песня. Здесь пришита. А здесь нет. Здесь это вставлено внутрь. Вот так. Ну, прикольно, прикольно. Слушайте, вот еще одно отличие. По сути, никаких отличий больше нет. Я вам все рассказала, все подробно показала. Поэтому думайте сами, смотрите сами. Я, конечно, больше переплачивать не буду. Не вижу в этом никакого смысла. Что касается размера. Размер XL подошел мне хорошо. Грудь держит хорошо. Как бы все отлично. Абсолютно так же, как и с Marketplace и Бюстгальтер. Они великолепно держат грудь. Мне очень нравится. У вас совсем не идеальная форма. Вот эти бюстчики, они держат грудь красиво. Что по выемке между грудями, что по посадке. Они прям великолепные. Они мне нравятся очень. Поэтому думайте сами, смотрите сами, где вам покупать. Я вам все рассказала. Кстати, бретельки пришивные везде. И там, и там. Если вот эти крючочки пришивные только Marketplace, то бретельки пришивные и в Faberlic, и в другом Бюстгальте. В общем, вот так вот. Девчонки, все вам рассказала, все показала. Ищите 10 отличий, как говорится. Надеюсь, обзор был вам полезен. Ссылка для регистрации всегда под видео. Всех люблю. Целую всем. Пока-пока.